Водосборник рукавный ВС-125. Литература. ГОСТ 53249-2009. Техника пожарная. Водосборник рукавный. Технические требования, методы испытаний. И второй источник литературы. Справочник руководителя тушения пожара. Автор Теребнев. Водосборник рукавный. Сокращенно. ВС, соответственно, водосборник рукавный. ВС это водосборник. 125 это диаметр выходного патрубка. Не путать с понятием СВ-125. Это сетка всасывающая. Ни в коем случае не называть его штаны. Если мы с вами говорим о грамотности и корректности нашей терминологии. Согласно ГОСТа, водосборник рукавный это устройство, предназначенное для соединения двух потоков воды из пожарной колонки и подвода ее к всасывающую патрубку пожарного насоса. То есть, определение сформулировано согласно наиболее частных применений данного оборудования. То есть, при заборе воды из пожарного гидранта с помощью пожарной колонки. Но также можно использовать и для других задач. Итак, водосборник у нас применяется в составе пожарных автомобилей для обеспечения работы насосной установки от гидранта. Это понятно. Далее наглядно покажу на слайдах. Водосборник изготовлен в климатическом исполнении У, то есть умеренный. И рукавный водосборник устанавливается на всасывающем патрубке насоса. Основные технические характеристики данного оборудования. Это рабочее давление не более 1,0 мегапаскаль или 10 атмосфер. Условный проход входного патрубка АХ-2 80 мм. То есть, фактически понимаем, что сюда подключаются либо 77 напорные рукава, либо напорно-всасывающие. Условный проход выходного патрубка 125 мм. То есть, абсолютно такой же диаметр, как и у всасывающего патрубка насоса. Масса данного оборудования не более 3,6 кг. Габаритные размеры 290-260-175 кг. Это длина, ширина, высота соответственно. Устройство водосборника. Первое – это корпус под цифрой 1. Далее идут шарнирно-тарельчатые клапаны. Входные патрубки – это понятно. Уже обсудили их на предыдущем слайде. Шарнирно-тарельчатые клапаны внутри водосборника предназначены как раз для обеспечения движения воды, потока воды от входного к выходному патрубку. То есть, исключительно к насосу. Их задача заключается в том, чтобы не дать возможности воде обратно уйти водоем. На каждый напорный патрубок, входной патрубок, установлен свой тарельчатый клапан, который шарнирно закреплены внутри корпуса водосборника. По цифре 4 – это ниппель и сытная головка диаметром 125 мм на выходном патрубке. Клапан предназначен для перекрывания выходных патрубков, либо одного из них при обратном потоке воды, когда давление со стороны выходного патрубка превышает давление со стороны входных патрубков. То есть, конструктивная особенность в том, что мы можем задействовать только один входной патрубок, а второй оставить незадействованным. При этом у нас поток воды, проходящий через рабочий патрубок, откроет клапан, соответственно, а второй клапан на незадействованном патрубке, он как раз за счет давления будет закрыт. Таким образом, у нас не будет огнетушащее вещество выливаться через свободный патрубок. Затворное устройство водосборника обеспечит перекрытие как одного незадействованного входного патрубка при работе от одного напорного рукава, так и обоих входных патрубков от обратного потока воды или раствора пенообразователя в случае перекрытия напорной линии насоса. Подготовка к работе и, собственно, порядок работы. Подготовка водосборника к работе заключается в присоединении его выходного патрубка к всасывающему патрубку насоса пожарного автомобиля и последствующего соединения к нему же напорных или напорно всасывающих рукавов одного или двух от пожарной колонки или другого пожарного автомобиля. На слайде слева как раз представлена картинка пожарного насоса, на котором уже установлен водосборник и к нему же подключены рукава. То есть вот таким образом в направлении у нас обеспечивается поток воды, который сливается в один и уже направляется в сам насос, из которого уже на соответствующие нужды подается нетушащее вещество. Чуть правее и выше на слайде представлена реальная установка колонки на пожарном гидранте и подключение к насосу как раз с помощью водосборника. Ну и приведен пример работы с мотопомпой. Техническое обслуживание водосборника заключается в содержании его в чистоте, осмотрах и проверках технического состояния деталей по окончании работы. Особое внимание следует уделять техническому состоянию клапана. При появлении на поверхности резиновой детали трещин или других металлических повреждений клапан следует заменить. То есть речь идет вот об этом клапане. У него по контуру здесь идет резиновое уплотнение, которое должно максимально герметично обеспечивать закрытие входных патрубков в случае необходимости.